Всем привет! С вами снова, как всегда, Серый и Славный Дружев. Кушайте много, кушайте вкусно, покупайте хрень из Китая. Какой это выпуск? Какой-то, какой-то... Может быть, десятый. Десятый, одиннадцатый, пятнадцатый, неважно, короче. Хик. Хрень из Китая. Начну издалека. Ни для кого не секрет, что современные смартфоны говно хотя бы по одному параметру. В них сидят все, в них едят с утра и до вечера. Там у тебя Сбербанк, там у тебя ВКонтакте, там у тебя Фейсбук, там у тебя Инстаграм, там у тебя Твиттер, там у тебя Ватсап, там у тебя Телеграм, там у тебя все. И при этом все это сидит в оперативке и это жрется. Я не знаю, какие телефоны доживают до вечера, разве что гигантские кирпичи, где там 5000 мАч засовывают, которые уродливые. Но даже, например, iPhone 7 Plus, у него очень хорошая оптимизация, у него достаточно мощный... Смотрите, какой чехол у серого прям. О, ло, ло, где взял? Да, компания клевая есть в Питере. А, отлично. Пиарить будем? Ну, Москай, чехол называется Глу Скин. У них в Питере производство, то есть они на заказ делают в течение, там, пары часов. Это просто так, это я просто смотрю, такой прикольный. Ладно, короче, он нихрена не доживает до вечера. Почему не доживает до вечера? Потому что человек, экран большой, человек в нем сидит практически круглосуточно. А если и доживает, то с очень некомфортным уровнем заряда. Это, знаете, когда у тебя 10%, и ты такой, ну, типа я уже не буду снимать видео или накладывать фильтры в Инстаграме, потому что, может быть, еще куда-то придется пойти, а там уже не будет заряда. Сейчас все это дело решается пауэрбанками. То есть ты купил себе пауэрбанк. И забываешь их заряжать. И забываешь заряжать пауэрбанк, и забываешь заряжать телефон, и полная жопа. Но мы говорим не об этом. Мы говорим о заряде от солнечных батарей. То есть если ты пошел в поход, и ты идешь на 3-4-5 дней, это, конечно, очень здорово, что у тебя есть пауэрбанк, но хочется еще получать халявную солнечную энергию. Второе решение для солнечных батарей – это, например, походы на пляж. Почему? Ну, потому что на пляже всегда светит солнце, оно отражается от песка, и везде, короче, солнце. Много солнца. И на пляже жарко, и поэтому пауэрбанк придется прятать. И они, на самом деле, если постоянно перегревать пауэрбанк, там он на солнце будет лежать, то они живут, короче, не очень долго. Да, у них просто заряд кончается быстро. Важно, друзья мои, любые солнечные батареи, которые прикреплены к пауэрбанку, малюсенькие, которые идут на чехле, там, я не знаю, телефона, это все, оно не зарядит ничего. Телефон в любом случае будет разряжаться в 10 раз быстрее, там 1% у вас за 3 часа, может быть, набежит, а может и нет. Более или менее работают вот такие вот хреновины. Это хрень из Китая, почему? Вот такого вот она размера. Я объясню, почему она распакована. Мне она приехала со СДЭК или деловыми линиями, а мне это с Алиэкспресса никогда не приезжает, такой, думаю, что за хрень распаковал, так что вот так вот. Представляет из себя вот такую вот книжку из синтетического материала. Этот бренд очень крутой, он называется хрень из Китая. Вот как он называется, мы не знаем. Но ссылку дадим в описании. Эту штуку мы тоже разыграем, потому что, ну, я не знаю. Она прикольная, но мне она лично не нужна, я особо на солнце не бываю. Вопрос, насколько она может зарядить телефон, предположим, за, ну, 3 часа солнца, вот пока у тебя там привал или еще что-то. Здесь есть вот такой вот кармашек, он не имеет никакой цели. Нет, он имеет, туда можно запрятать телефон маленький. Небольшой телефон, ну, это... 7 плюс 100 точнее. Вот, и туда можно положить, например, кабель. Все, что мы делаем, это раскладываем. Сейчас у нас, как вы видите, солнечный день, адский солнечный день. Очень, очень, очень. Смотрим, сколько у нас процентов заряда. У нас видно? Сейчас, погоди, я наведу, у них... Да, видно. 20, так, тихо. 27 процентов заряда и 12,43. Кладем телефон и подрубаем. Вот здесь вот есть USB-шничек. Вот так. Вот зарядка пошла. 27 процентов. Как бы мне так навестись-то? Ну, вот так. Вот, да. 27 процентов. Один только нюанс. Телефон мы спрячем вот сюда. Ну, да, чтобы он не перегревался. Иначе тогда зарядка будет очень... Вернемся. КПДшная. Вернемся через несколько часов. Я не знаю, через три, через четыре часа. И посмотрим, может ли он заряжать. Телефон находится в режиме, чтобы, мало ли, у кого-то будут вопросы. Да просто Wi-Fi и сеть. Просто Wi-Fi и сеть, то есть там... Типа стандартное использование телефона. Примочек никаких не включено, никаких GPS-ов, там мощных, свои поиска спутников. Бальтус отрублен. Вот такая вот штуковина. Значит, у нас 27 процентов. Вернемся. Часика через три. День вот такой. День вот... Реально, день серый стоит голый по поясу и обгорает, короче. А я вроде рубашечку одел. Вставайте с нами. Не хватает кондей на дачу. Ну, да, есть такое дело. Посмотрим, может ли она вообще что-нибудь. Может ли она в зарядку. Народ, помните тех чудесных чуваков, которые прислали нам вот такие вот антивандальные, антиугонные рюкзаки, которые невозможно вскрыть и от которых можно заряжать свой телефон? Мэдроботс, если что. Так вот, у них проходит Черная Пятница. Короче, там можно будет затарить iPhone X или Nintendo Switch почти даром. То есть за рубль. Все, что вам нужно, это ставить лайки и делиться инфой. Каждое ваше действие уменьшает цену одного из главных призов на 5 рублей. Розыгрыш будет в прямом эфире 1 декабря. Подробности по ссылочке в описании. Но, 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 это, это, короче, еще не все. Мэдроботс готовит более 400 гаджетов и всяких крутых товаров и скидон на них будет до 70%. Просто проходим по ссылочке в описании, выбираем понравившийся вам гаджет и вводим вот такой вот чудесный промокод. И чудесные рюкзачки Бобби будут идти со скидкой 25%, если что, если кто еще не прикупил. Ну и про Би-Ван вы все, наверное, слышали. Би-Ван будет со скидкой 70% в Черная Пятница. И, кстати, офигительные деревянные конструкторы U-Gears, да, это конструктор, тоже участвуют в распродаже. Сотни предложений. Мэдроботс, Черная Пятница, ссылочка в описании. И самое главное, 30 ноября в полночь все будет кончено, поэтому торопимся. Ну что, народ, прошло. А я не знаю, сколько прошло, давайте посмотрим. Там было 12.38, сейчас 15.14. Вот. Сколько это времени прошло? Два, почти три часа. Да, почти три часа. Прошло почти три часа, за три часа он зарядился на 50%. Сейчас 80%. Там было 27. Да, 27. Короче, он зарядился за три часа на 53%. На половину за три часа при солнце неплохо. Но здесь нужно учитывать, что мы тестировали вот эту же штуковину при затянутом облаками небе. И было вообще как-то не круто. То есть мы подождали, по-моему, полтора часа и получили то ли 4... Один процент. То ли один, то ли два процента. То есть он как бы... Ну, он не разряжался, нужно понимать. Но он особо и не заряжался. Если же солнце вот так висит и прям фигачит, оно прям рили-рили-рили фигачит, то вы можете за 6 часов такого солнца зарядить свой iPhone 7 Plus целиком. Ну, или, наверное, быстрее, если это iPhone 7, у него вакуум меньше. И, наверное, вы часов за 4,5-5 сможете зарядить его целиком. Вот такая вот хреновина. Одно только, не кладите вот так на солнце ваш телефон. Потому что на открытом солнце он нагревается очень сильно, особенно когда солнце в зените. Поэтому лучше как-нибудь эту штуку сюда, а телефончик как-нибудь под нее. Собственно, ставьте пальцы вверх, если инфа была полезная. Друзья, вот когда вот такой чехол, вот такая папка с тремя панелями, оно более-менее работает. Когда это вот такой пауэрбанк, вот с такой маленькой штучкой, народ, не тратьте свое бабло. Если это рюкзак, у которого во весь рюкзак идет зарядочная вот такая панель, наверное, это может работать. Но я вам говорю, чтобы это хоть чуть-чуть имело какой-то эффект, нужно, чтобы площадь была вот примерно вот такая или больше. Ссылочка на нашу группу «Муха не сидела» находится в описании. Там вы видите вот это видео, делаете репост, и среди вас эта штука будет разыграна. Если вам она не нужна, или вы не хотите участвовать, это ничего не стоит. Все высылаем мы за свои бабки. Не хотите участвовать, репост не делайте. А с вами был Серый и Славный Друзья. Огромное спасибо всем, кто ставит лайки. Кушайте много, кушайте вкусно. И большое спасибо китайцам за эту бесполезную охрень, которую мы обозреваем. Слушай, ну это не совсем. Нет, это нет, но до этого была прям полная охрень. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok